25 октября 1917 года по старому стилю в России случился большевистский переворот иначе именуемый Великой Октябрьской социалистической революцией это событие до сих пор россияне оценивают неоднозначно тем не менее спустя 95 лет тысячи россиян пришли в центр Москвы чтобы отметить это событие как праздник в пять вечера Москва знакомо покраснела алые флаги в центре столицы диктовали революционное настроение взгляды пылали души требовали сатисфакции буржуйская смерть размахивала полотнищами и обещала скорую гибель мирового капитализма если не прямо сейчас то в ближайшее время всенепременно то как ведет себя действующая власть которая не хочет общаться с народом не хочет диалога не хочет прислушиваться гражданам которые последнее время активно выступают требует реальной демократии реальных выборов социальной справедливости при том что россия богатейшая страна и здесь есть все предпосылки для процветания для благополучия каждого гражданина а не только олигархов не только толстосумов если власть будет себя и дальше вести таким образом не диалог осуществлять а репрессии аресты посадки похищения то революция не то что возможно она неизбежна ленин конечно давно умер зато удальцов живее всех живых бросает дерзкие лозунги и полицаев не боится тем более что те сами полны смущения а вдруг что-то будет вдруг завтра придется снимать один портрет вождя и вешать другой а если это будет портрет удальцова вот уж действительно катарсис и полицайский кошмар колонна шла и шла и каждый ее поворот был непременно налево впрочем об этом даже буржуй ходорковский предупреждал так что ничего нового дойдя до площади революции леваки слились в митинговом экстазе когда еще появится шанс встретиться вместе и поругать власть седьмое ноября день левых сил пока одни митингуют на площади революции другие пришли к памятнику темирязеву поначалу все было мирно но вскоре по мере скопления радикальной молодежи обстановка стала накаляться янычары не выдержали и вырвали у демонстрантов баннер который был им дорог не только как память но и как часть мировоззрения помимо баннера в автозак утащили двоих молодых людей что повысило революционный градус до уровня локального мини-бунта фашисты 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 по всей вероятности узнав о том что здесь могут начаться задержания колонна которая ушла уже далеко вперед возвращается полицейские отступили баннер вернули и задержанных отпустили скандала удалось избежать и демонстранты вновь двинулись вперед чтобы на подходе к новопушкинскому скверу снова повернуть налево революционерам это свойственно революция день получился поистине боевым и революционным тот кто боится слова революция просто забывает о том что это всего лишь часть эволюции а в россии от нее не зарекаются у метро улица 1905 года клялся башился пускал слюну и пену сергей кургинян это уже похоже на что-то невообразимое если вы сейчас все вместе сумеем выдрать из себя все что навязывали эти 20 лет здесь перед лицом павших за великое дело великой октябрьской социалистической революции если мы очистим себя по-настоящему и до конца и сплотимся по-настоящему мы действительно имеем шанс спасти Россию и человечество сумеем мы опрести этот шанс и отстоять страну и мир да или нет да поклянемся здесь памятью павших памятью наших прадедов дедов и отцов идти до конца по выбранному пути и с этой клятвой разойдемся работать и побеждать клянемся 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 и так поклянемся и разбираться и